Пошел на работу, вынес мусор. Для многих утренняя традиция. А вот работа Алексея Барановского этот мусор вывести. Его день начинается рано, в 5. Подготовка перед сменой серьезная. Сначала нужно прийти в диспетчерскую, потом получить путевой лист и задание. Такая рутина длится три года. До этого работал контролером в энергосбыте. Смену профессии объясняют уровнем заработной платы. У водителя мусоровоза он выше. Первое время на новом месте было тяжело. Случались мелкие ДТП. Свой первый спецтранспорт вспоминают с улыбкой и ласково называют рогаточкой. По городу такие вот заставленные дороги везде. Очень было тяжело. Были аварии, небольшие, конечно. Там кого-нибудь спонешься, там. Потом уже со временем опыт поднабрался. Уже попроще стало. Выходные, праздничные дни и, конечно, зима. Самое сложное время. Подъехать к контейнерным площадкам бывает просто невозможно из-за запаркованностей сугробов. Район Троугорки и улица Сколковская на маршруте Алексея – горячие точки. Сейчас мы заехали. В выходной вчера распарковывали. Машины стояли тут, тут машина. Время просто много тратишь на распарковку. Иногда маневрирование во дворах приводит к авариям из-за габаритов спецтранспорта. Тогда вместо того, чтобы вывозить мусор, приходится ехать в Центр помощи при ДТП или вызывать сотрудников госавтоинспекции. Да и на понимание автомобилистов рассчитывать можно не всегда. Ждали ГАИ, пока приедут они, чтобы разобраться. Человек просто пошел на принцип, загородил нам дорогу, мы выехать отсюда не могли. Хотя кругом камеры. Мы ей сказали, иди смотри камеры. То есть это не мы. Если бы мы совершили ДТП, мы бы уже тебе сообщили об этом. А вот нарушители правил парковки иногда проявляют сознательность, оставляют свой номер на лобовом стекле. Алло, добрый день. Машину мы могли бы убрать от мусорки? Эта автоледи после звонка спустилась только через 15 минут. По ее словам, припарковалась, потому что свободных мест во дворе больше не было. Для водителя мусоровоза такие простои, критичные. Решение проблемы, казалось бы, лежит на поверхности. С февраля месяца в Подмосковье начали ставить знаки о запрете парковок у мусорных площадок. Такое решение наболевшего вопроса может помочь в проблемных районах. Правда, здесь, на улице Сколковская, 5Б, такого знака нет. Поэтому водители продолжают ставить свои автомобили у контейнеров. А вот на Машула Бирюзова, 7, такой знак есть. Правда, некоторых водителей штраф в размере 10 тысяч для физических лиц и 30 для юридических не пугает. Это подтверждает водитель мусоровоза Дмитрий. Один из самых молодых в коллективе. Ему 21, работает уже два года. Уверен, дело не в знаках, а в элементарных знаниях ПДД. На контейнерной площадке, зная ПДД, ты не имеешь права ставить машину вообще ближе 5 метров к ней. Это вот правила дорожного движения все это прописано. Это не знаками, ни чем-то еще. Это правила дорожного движения написано, что там и стоянка, и остановка запрещены. Бирюзово, Северное, Жуково – улицы с тупиковыми проездами. Тут не то, что машину оставить иногда негде. Даже уехать бывает невозможно. Тут есть подземный паркинг. Я как понимаю, он здесь платный. Поэтому в основном все машины здесь. И вон двор этот тупиковый. Раньше сейчас хотя бы они знаки поставили, они как-то более-менее начали что-то осознавать. Они раньше ставили здесь по обоим сторонам дороги. И вот сейчас они. Если утром сюда заехать, то можно уже отсюда не уехать. По словам водителей, самое эффективное решение проблемы – перенос контейнеров из тупиковых проездов в более удобные места. Инициативу уже обсудили в администрации округа. Все изменения предварительно обсудят с жителями. После схода снега перемены станут заметны. Карина Еряшева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».